Доброе воскресное утро! Дорогие братья и сестры, друзья, с именинами вас и всех нас! Сегодня Церковь, исчисляя лики всех угодников Божьих, воспевает «Придите все, духовно возвеселимся о памяти святых!» Сегодня наша Православная Церковь празднует память всех своих святых. А мы вместе с Православным миром празднуем еще и престольный день нашего всехсвятского прихода в городе Минске, откуда, собственно, и записываются эти передачи для эфира. Сегодня мы празднуем память тех, кто были прославлены людьми, и тех, которые остались прославленными, но не людьми, а только перед лицом Божиим. Это самое большое торжество Церкви. Даже если бы сгорели или были разрушены все храмы, исчезли все украшения, которые делают их такими прекрасными, «Если бы не осталось в мире ни одной иконы, мы все равно могли с вами радоваться и гордиться этим великим сокровищем Церкви, сонмом святых, которые свидетельствуют о том, что Евангелие может осуществляться в жизни». И то, что эти святые жили в разные времена, на разных континентах и в разных странах, что они принадлежали к разным сословиям, показывает, что нет пути человеческого, где бы не могла быть достигнута святость. Так что такое святость? Святость – это способность любить Бога беззаветно и безраздельно, а через Него любить и человека. Такая святость проходит более чем через 20 веков истории Церкви. И среди них, наших святых, есть убогие и нищие, которые не имели крова, ночевали на улицах, как преподобный Андрей Юродивый или преподобный Василий Блаженный. Есть и такие, которым подчинялись княжества, государства, большие державы. Это многие равноапостольные князья, равноапостольные Ольга, Владимир, Александр Невский, Даниил Московский, Ефросиния Полоцкая, София Слуцкая и многие-многие другие. Святыми были умнейшие мужи, которые при жизни блистали своей образованностью. Таковы были отцы Церкви Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Григорий Низкий, Кирилл Туровский. Но среди их были и неграмотные пастухи, как святитель Спиридон Тремифунский. Среди них были мужчины и женщины, дожившие до глубокой старости, как, например, апостол Иоанн Богослов, и те, которые прожили всего лишь семь-десять лет от роду. Такие, как мученицы вера, надежда и любовь, младенец Гавриил Белостоцкий. Среди них есть люди, которые отдали свою жизнь за исповедание веры Христовой, проявили мужество, проявили готовность стоять до конца. Среди них есть подвижники, которые молились и молятся за весь мир. Давайте вглядимся целый сон. Если посмотреть на века, какое радостное зрелище! Сколько людей, которые просияли и сияют, как звезды на небосклоне Церкви. И когда мы думаем, как слаб человек, как он порой низок и гадок, и не достоин своего человеческого призвания, эти мрачные мысли сразу же развеиваются, стоит только взглянуть на сон святых, которые поддерживают надежду Церкви, что род человеческий не падет. все они внесли и вносят в нее свой посильный вклад. Люди с разных концов земли. Каждый народ и каждая страна дали свое детище, своего святого. И поэтому лучшее, что есть в каждом народе, всегда воплощалось в этих святых. Так наша земля, Белая Русь, Беларусь, воплотилась, как мной уже упоминалось, в святителе Кирилле Туровском и преподобной Ефросинии Полоцкой, Афанасии Бреском, и Софии Слуцкой, и Улинии Княжне Ольшанской, Матушке Манефе Гомельской и многих-многих других. А самое лучшее в греческом народе воплотилось в греческих святых, святых отцах, лучшее народов Италии в сонные исповедников и мучеников. А Черная Африка дала нам блаженного Августина, священномученика Киприана. У нас даже в каждой области есть свои святые. А еще давайте вспомним, что татарский народ дал нам преподобного Пафнутия Боровского и благоверного князя Петра, царевича Ордынского. А в Израиле в еврейском народе родилась пресвятая Дева Мария, апостолы Христовы. «В каждой стране есть люди, которые являются свидетелями Божьими». О чем же они говорят? О чем свидетельствуют? Они призывают нас к тому, чтобы, как говорит апостол, подражать их вере. «И о себе он, апостол, говорит, подражайте мне, как я Христу». Вот он, смысл нашего праздника. Вот почему сегодня мы особо молимся и призываем святых, вот почему их изображение в храмах всегда на первом месте, на иконостасах, на стенах, на потолках. Каждый день церковного года, если мы откроем календарь, каждый день имеет по несколько святых, память которых отмечает церковь. И вот когда человек живет в церкви, когда он начинает в ней жить с младенчества, жить в ее духовном поле, он получает от нее благословение, благодать, он получает от нее Слово Божие. Святые – это люди, которые уже приняли дар Божий, ставшие в их сердцах действительно огнем благодати, и они его вернули Господу. Поэтому мы с вами и молимся святым, поэтому звучат слова тропарей, кондаков, величаний, молебнов святым, не потому что они наши спасители. Спаситель у нас единый – Господь Иисус Христос. только Он спасает, только верой в Него может спасаться человек. А святые – такие же люди, как и мы, но они молятся за нас, и мы об этом их просим. Таков этот замечательный праздник. И пусть каждый из нас сегодня вспомнит о своем святом, имя которого Он носит. Вспомним наших небесных покровителей и помолимся им. И пусть Господь молитвенным предстательством наших старших братьев и сестер в вере, наших небесных покровителей, угодников Божьих, укрепит нас в земном странстве и приведет к тихой пристани нашего небесного Отечества. С праздником! С именинами! С днем памяти всех святых! Вера, православная! Вера вечна, вера славна! Вера наша православна!